Заключение под стражу В связи с экономическими преступлениями, ну так как я бизнес адвокат, то естественно возникает на практике много вопросов со стороны клиентов, которые спрашивают, скажите, а вот мера пресечения в виде заключения под стражу будет ко мне применена или не будет? И в разных случаях, в общем-то, я отвечаю на этот вопрос по-разному. Почему? Но вот сейчас мы с вами на эту тему и поговорим. Вообще вот список статей, которые являются экономическими, он очень большой. Вот есть такое вот постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Запишите его себе от 19 декабря 2013 года за номером 41. О практике применения судами законодательства о мерах пресечения. Опять же, мы сейчас с вами будем говорить конкретно о статьях, ну, в общем-то, там названы статьи и мошенничества, и статья уклонения от уплаты налогов. То есть это статья 199, 199.1, 159-159-159.6. Все эти преступления, названные вот в этих статьях, они могут быть связаны с предпринимательской деятельностью, а могут и не быть связаны с предпринимательской деятельностью, в зависимости, так сказать, от контекста, в котором они находятся. Ну вот, если говорить строго про 199-ю статью, это уклонение от уплаты налогов, то, в общем-то, ни у судов, ни у правоохранительных органов вот эта статья, как бы, вопросов не вызывает. В общем-то, правоохранители всегда считают данную статью, ну, на моей практике даже не было такого, чтобы они ее считали не связанной с предпринимательской деятельностью. Сразу она считается статьей связанной с предпринимательской деятельностью. И поэтому, по общему правилу, под стражу, если вас подозревают в совершении преступления, связанного с уклонением от уплаты налогов, не заключают. Ну и пленум говорит, заключать нельзя. Но все-таки в моей практике был случай, когда все-таки по этой статье, по 199-й, заключили под стражу вот моего клиента. Об этом я расскажу чуть позже. А вот если говорить про 159-ю статью, это мошенничество, то есть хищение имущества путем обмана или злоупотребления доверия. Вот здесь все намного сложнее. Вот здесь адвокату всегда приходится сложно и нужно всегда приводить очень много доказательств, чтобы уйти от общего, так сказать, уголовного направления в предпринимательское направление. И признать, что вот эта вот статья 159-я, ну преступление, совершенное вот по подозрению в мошенничестве, чтобы вот эта мера пресечения в виде заключения под стражу применена к клиенту быть не могла. Правоохранители, да и суды в большинстве случаев считают, что мошенничество, ну вот хищение имущества путем обмана или злоупотребления доверием является вот таким вот общим преступлением и к предпринимательству не имеет никакого отношения. И еще раз говорю, что чтобы доказать обратное, здесь надо доказывать умысел на совершение этого преступления, то здесь адвокату приходится очень сильно потрудиться. Ну вот приведу пример, в каких случаях правоохранители возбуждали уголовное дело по 159-й статье мошенничества и заключали лица под стражу. Первый пример, вот понятно, что и обстоятельства, и в общем-то другие какие-то моменты я видоизменил. Ну вот пример из моей практики. Значит, компания занимается реализацией автомобилей, бывших в употреблении. Физические лица, физики сдают на реализацию эти автомобили, а компания их реализует. Ну вот компания реализовывала, реализовывала автомобили и в конце концов получала денежные средства от реализации, но в конце концов сразу после получения денежных средств не смогла рассчитаться со своими, так сказать, со своими клиентами, то есть в связи с продавцами и пустила эти деньги, и пустила эти денежные средства, которые поступили от продажи автомобилей на погашение налогов, на арендные платежи, ну на зарплату и так далее. Рассчитывая, что от продажи будущих автомобилей, в общем-то она сможет рассчитаться со всеми клиентами, включая и тех клиентов, автомобили которых уже были проданы. Клиенты, увидев, что автомобили, которые отданы были на реализацию, уже не находятся на этой стоянке, стали бить тревогу. Но предприниматель, компания не смогла ничего внятного объяснить, где автомобили наших клиентов, обещала, что вот-вот мы рассчитаемся, не беспокойтесь, вот-вот мы рассчитаемся. Продавцы, да, клиенты, мы так их обозначили, обратились в органы внутренних дел, в органы внутренних дел, возбудили уголовное дело и признали, вообще, если вот коротко говорить в качестве вывода, то они признали деятельность вот этой вот компании целиком, как мошеннической. Несмотря на то, что компания была создана еще лет за пять до того, как, в общем-то, произошел вот этот вот случай, не учитывала, то есть учла то, что автомобили были реализованы, то, что компания объясняла клиентам, что автомобили пока не реализованы, подождите, то, что компания пустила полученные денежные средства не на погашение долгов, а на какие-то свои личные нужды, ну, в том числе, как я уже говорил, на погашение налогов, арендных платежей и на зарплату. И, возбудив уголовное дело, заключила руководителя под стражу. И нам потребовалось очень много трудов для того, чтобы вытащить вот этого, руководителя этой компании из, так сказать, заключения, и чтобы суд избрал такую меру пресечения в отношении него, как, допустим, домашний арест. Вот это первый случай. Второй случай, который вот тоже связан с 159 статьей. Таких случаев много, но вот наиболее яркий я просто вам расскажу. что предприятие решило продать автомобиль, находящийся в залоге. Ну, а от продажи денежных средств, пустить денежные средства на счет залога держателя, таким образом снять автомобиль из-под залога и, так сказать, отдать эти денежные средства покупателю. Но когда денежные средства... А, и заключая договор, в договоре компания указала, что автомобиль под запретом и в залоге не состоит. И когда покупатель перечислил денежные средства на счет этой компании, компания попыталась, действительно попыталась перечислить денежные средства залога держателю, но в этот момент налоговый орган арестовал счета этой компании. И компания не смогла передать залога держателю денежные средства. В результате залогодержатель не снял обременение с этого автомобиля. Покупатель, не получив автомобиль, правомерно посчитал, разумно посчитал, что его, собственно говоря, обманули и обратился в органы внутренних дел. В соответствии с законом органов внутренних дел возбудили уголовное дело по 159 по части 4 и привлекли руководителя к уголовной ответственности, предварительно заключив его под стражу. Вот, собственно говоря, да, и нам опять же пришлось потратить очень много времени и усилий, применить все свои знания, весь свой опыт, чтобы всё-таки вытащить человека из-под стражи, признать, чтобы объяснить суду, что умысла на обман не было, что действия предприниматель для реализации совершал такие-то и такие-то, что, в общем-то, он, ну, в кавычках, белый и пушистый, и просим изменить ему меру пресечения и в виде заключения под стражу на, к примеру, домашний арест. Суд, в конце концов, посчитал, что действительно эти отношения связаны с предпринимательскими и изменил ему меру пресечения, заменив заключение под стражу под домашний арест. Это вот, что связано со статьей 159. То есть, делайте выводы, господа, из того, что я сказал, и понимайте, что не всегда то, что написано, то, что сказал Верховный суд, на практике вот так вот 100% реализуется. То есть, на практике это гораздо труднее. Это всё, что касается 159 статьи. Мошенничество, злоупотребление доверием. А вот, что касается 199, то, в общем-то, ни у судов, ни у правоохранителей не возникает вопросов о том, что это связано или не связано с предпринимательской деятельностью. Все 100% говорят, да, связано с предпринимательской деятельностью. Так, а как же тогда получилось, что один из моих клиентов всё-таки был заключен под стражу? А дело выглядело следующим образом. Компанию привлекали. В общем-то, компания уклонилась от уплаты налогов на сумму чуть более 5 миллионов рублей. Ну, и было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя компании. Руководитель компании понимал, что, чтобы не быть привлечённым к уголовной ответственности по 199 статье по части 1, необходимо просто эту сумму, которая составляла чуть более 5 миллионов, ну, просто её найти. Чтобы её найти, необходимо было, ну, так сказать, усилить свою предпринимательскую деятельность, всё-таки попробовать заключить какие-то договора, чтобы денежные средства срочно поступили на счёт, и он смог рассчитаться по налоговым долгам. Для того, чтобы заключить договор, ему необходимо было съездить в Москву. Сам он находился в Московской области. В отношении него была до этого применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Он посоветовался со мной, я ему сказал, что выезжать нельзя, потому что, ну, и объяснил, что смотрите, что если вы поедете и измените, так сказать, регион местонахождения, то мера пресечения в отношении вас может быть изменена. Он сказал мне на это, что, в общем-то, никто об этом не узнает, и поэтому он быстро обернётся, съездит. Поехал он в Москву, в общем-то, заключил договор, денежные средства вот-вот должны поступить, как он мне сообщил по телефону, и поехал назад. А когда ехал назад, то попал в ДТП. И, собственно говоря, ДТП там было относительно, так сказать, тяжёлое, но без человеческих жертв, и он приехать вовремя не смог. А на следующий день у нас было судебное заседание, и в судебное заседание он не явился. В результате суд вынес судебный акт, в соответствии с которым, ну, несмотря на доводы, что вот такая-то и такая-то причина, суд вынес свой судебный акт и изменил меру пресечения в виде подписки о невыезде на заключение под стражу. И вот таким образом наш клиент попадает, так сказать, под стражу в заключение. Вот, мы обжаловали это определение, этот судебный акт. Суд в апелляции нас не послушал, и мы обратились с кассационной жалобой на вот эти судебные акты. Ну, и, как бы, очень хорошо, что нам повезло, можно сказать, что суд нас услышал. Мы там привели доводы, что мы старались погасить налоговую задолженность, чтобы не допустить причинение ущерба бюджету. Вот мы заключили такие-то договора, и вот, ну, пока мы обжаловали, поступили денежные средства на расчетный счет вот этой компании, что вот-вот мы рассчитаем, да, не все денежные средства для погашения задолженности поступили, но он принимает меры, чтобы погасить эту задолженность и так далее. Мы сказали, что он проживает вот в этом регионе, что он характеризуется везде положительно и так далее. То есть, очень много труда нам потребовалось для того, чтобы изменить вот эту меру пресечения. Суд нас услышал и изменил меру пресечения, но уже изменилось заключение под стражу, под домашний арест. Ну, в общем, вот все, что хотел сказать, я сказал. Вы делайте выводы из того, что я вам рассказал. Желаю вам не попадаться, не совершать деяния, которые могут повлечь за собой не только привлечение к уголовной ответственности, но и в качестве меры пресечения заключения под стражу. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok